Я, например, лично считаю, что вообще выборы на Донбассе нельзя проводить даже в тех регионах, которые контролируются сегодня нашей украинской армией. И предложить представителям вот этих республик самопровозглашенных тоже не проводить осенью выборы. То есть оставить вот эти две области, Донецкую и Луганскую, вообще без выборов. Почему? Понимаете, в чем дело? Я думаю, что здесь есть серьезная проблема. Если мы проведем выборы, и они проведут выборы, у нас получится определенное конституционное прописывание вот этого раскола, который просто визуализирует этот откол части районов Донецкой и Луганских областей. Я думаю, вот это очень такой серьезный вопрос. Конечно, с одной стороны нам нужно провести там выборы, но с другой стороны, еще раз подчеркиваю, мы проведем, они проведут. И будет очень сложно потом опять-таки склеить вот эту разбитую чашку. Но они же все равно будут проводить, понимаете, в чем вопрос? Ну, дело в том, что мы можем... Даже вот исходя из того, из особого статуса, который... Согласен с вами. То есть правильность... Да, вопрос такой. Мы можем предложить им, что, ребята, давайте мы сейчас отложим эти выборы. Вот мы откажемся от выборов, и вы отказываетесь от выборов. То есть давайте не будем сейчас вот говорить о том, что мы проводим выборы. Почему? Потому что демилитаризации пока не произошло. То есть разговоры об этом идут, что-то какие-то войска там отводятся. Но, к сожалению, пока все равно слышны перестрелки, там какие-то локальные стычки и так далее. Провести выборы... Побили в Донецк, совершенно недавно была информация. Да, была информация. Провести выборы в соответствии с международными стандартами... Ну, у нас еще, может быть, как-то это смогут сделать в более такой отдаленной зоне. У них это сделать будет фактически невозможно. Давайте говорить честно. То есть эти выборы будут как бы невызнаны, да? То есть не признаны. Как быть в этой ситуации? То есть получается так, что проблемы Донбасса будут решать три группы людей. Те депутаты, которые будут выбраны у нас, те депутаты, которые будут выбраны в отдельных районах Донецкой области, и депутаты, которые будут выбраны в отдельных районах Луганской области. Под контролем, я так понимаю, Плотницкого, с одной стороны, и Захарченко, с другой стороны. как мы потом будем на этой основе строить сотрудничество то есть вот чем вопрос на мой взгляд и конечно я понимаю но утопичность этой идеи я думаю что у нас все-таки эти выборы пройдут и у нас вот эти три имеется ввиду выбор там 25 18 октября 25 октября и 1 ноября не пройдут и у нас вот этот раскол он будет уже так прописан визуализирован и тогда мы наверное будем осенью говорить уже о других способах выхода из тяжелой ситуации но с точки зрения выполнения минских соглашений я думаю конечно выборы сейчас в условиях когда еще не все решено даже то что там прописывалось но проводить наверное не стоит спешить не надо хотя бы на нам конечно прежде всего нам то есть мы можем сделать это как же с доброй волей у нам ничего не стоит что мы отказываемся но и откажите силы если вы не отказываетесь тогда мы будем думать о том как выходить из этой ситуации и будем проводить выборы уже возможно там как бы ну это будет называться до выборы возможно в другое время но мы делаем шаг назад для того чтобы создать ситуацию для диалога вот андрей смотрите а вот если лишить людей которые живут сейчас на неоккупированной территории это же большой регион промышленный регион концентрация населения там очень высокая и представьте себе мы вот берем и вот гражданам украины гражданам говорим что вы извините но вот вы не голосуйте вот вы другие понимаете вот мне сейчас вспоминается ситуация с выборами президента и я помню что у меня есть много знакомых на донбассе и очень многие люди а они их это оскорбила и обидела ведь тогда не было такой напряженной ситуации давайте вспомним это там практически год назад там даже больше вот и они говорят почему нет и так у нас горит даже не открылись участки вот у нас совершенно было там мирные территории ничего не происходило нас даже участками и тогда это уже стало предметом какого-то если хотите ментального вот отторжения что как это так почему нас лишим а можете себе представить что сейчас граждане украины на неоккупированной территории вдруг кто-то им говорит извините но вот вы не голосуйте вот как вы считаете это не может привести каким каким-то дальнейшему усложнению ситуации там и так непростая ситуация прямо скажем в отношении к украине центральной власти вопрос правильный я хочу сказать если бы выборы были в парламент украины то конечно выборы вы проводить было надо почему потому что в киевском парламенте должны были быть представители донбасса это сто процентов независимый между с неоккупированной части то есть независимо от того какие рейтинги оппозиционного блока провластных партий так далее выборы эти проводить было нужно для того чтобы донбасс имел свое представительство в республиканском общеукраинском парламенте когда мы говорим о местных парламентах то и аж почему об этом не говорю о местном парламенте мы не говорим о том что ребята мы вас лишаем права выбора мы говорим о том что давайте может быть может быть мы создадим ситуацию может быть нужно принять там закон где-нибудь я не знаю осенью сентябре о создании некоего временного местного парламента понимаете временного местного парламента который не будет иметь ну стопроцентную, как бы сказать, не то чтобы легитимность, а стопроцентные возможности, как, например, местный парламент, избираемый на Харьковщине, на Киевщине или Хмельничине. Почему? Потому что все равно же у нас есть отдельные регионы, которые нами не контролируются. То есть мы говорим о чем? О том, что мы можем выйти на ситуацию некоего временного парламента, который должен будет решать вопросы, подключиться к решению вопросов, в том числе и Донбасса. Почему? Потому что нам не о рейтингах сейчас нужно думать. Ведь знаете, почему возник вопрос отказа от выборов местных? Потому что, дескать, там высокий рейтинг оппозиционного блока и нужно его лишить. Была такая идея, Луценко, кстати, Юрий об этом говорил в той или иной форме. На самом деле не об этом же идет речь. Сейчас не о рейтингах нужно думать, а думать о реинтеграции, в том числе с использованием вот этих законодательных, избирательных процедур. Для того, чтобы элементарно у нас было не три парламента местных, которые будут представлять, с одной стороны, Украину и некие парламенты самопровозглашенных республик, которые будут избраны 18 октября и 1 ноября. А мы должны говорить о некоем едином хотя бы парламенте, местном, подчеркиваю, который бы фактически представлял интересы или давал бы возможность решать эти проблемы, которые есть на Донбассе до конца этого года. Вы имеете в виду единый парламент Донецкой области, единый парламент Луганской области? Возможно, да. То есть я бы, например, даже совместил это, создал бы такую ситуацию, при которой не было бы, например, Луганский областной совет или Донецкий областной совет. Ну какой Донецкий областной совет сейчас? Или, скажем, Луганский областной совет, когда значительная часть области фактически контролируется представителями вот этих самопровозглашенных республик. А прописал бы отдельный закон, как исключение в рамках конституционной реформы, который бы вот этот парламент Донецкий и Луганский, который выизбран был бы на неконтролируемых, точнее, на контролируемых Украиной территориях, он бы имел бы общий характер. И решал бы вопросы, в том числе, интеграции и тех районов Луганской области, которые сейчас контролируются Плотницкими его людьми, и теми, которые контролируются Захарченко его людьми.